Продолжаем говорить про плагины и сегодня короткое видео о том, как сделать три перехода или эффекта, называя это как хочешь, не используя плагины, сторонние приложения, а все делая стандартными инструментами Final Cut. Поехали! Вот у меня здесь есть такой довольно мрачный молодой человек, пару лет назад мы с ним нахулиганили рэперский клип. На нем я покажу пример, как сделать вот такой эффект. Сейчас я удалю вот эти три кадра и что нам понадобится? Вот он здесь смотрит мрачно в камеру и я хочу каким-то образом какой-то интересный эффект сюда и мне понадобится всего три или четыре кадра, нажимаю клавишу B, инструмент Blade, бритва, отделяю себе несколько кадров. Уделил шесть кадров, но я думаю, что трех кадров будет достаточно. Теперь я приподнимаю каждый из этих кадров, это делается просто, я выделяю кадры, которые мне нужны, с зажатой клавишей Command, зажимаю клавишу Option и просто поднимаю. Их вверх. Теперь я беру один кадр. Вот в этом меню есть такая штука Blend Mode. Это наше изображение. Здесь можно выбрать In Light, например, и взять его и немножко увеличить. Например, вот на столько. Потом зайти в Colorboard и в Colorboard резко изменить ему цвет. Например, на какой-нибудь вот такой. Какой-нибудь яркий, чтобы он был похож на глич. А кадр под ним останется такой же. Теперь берем Command C, выделяем два других наших клипа и вставляем все настройки. Получается вот такой эффект. Очень просто, в три клика делается, как ты видишь. С этим можно экспериментировать, можно сделать разные другие. Добавить вещи, можно использовать не Pin Light, например, а можно использовать какой-нибудь Hard Mix. Добавить еще большего эффекта на эти кадры. Второй эффект у меня делается при помощи маски. Первое, что делаем, я удалю вот эти кадры. Принцип примерно такой же самый. Получается, мне понадобится где-то пять кадров. Выбираем инструмент Bear Blade. Режем кадра 3 и 4. Теперь берем также, выбираем их все. Зажимаем клавишу Option, копировать. И поднимаем вверх на Secondary Storyline. Теперь берем первый кадр, на него закидываем Draw Mask. Находится в панели эффекты, в масках. Теперь выделяем нашего мрачного парня маской. Так, вот так выделили его. Здесь у нас не должна стоять галочка на Invert Mask. Берем в первом кадре, сдвигаем немного нашего парня влево. Нажимаем Command-C, выбираем оставшиеся кадры, нажимаем Shift-Command-V, вставляем маску. Вот видишь, Past Attributes мне предлагает вставить все настройки, но нам это не нужно. Убираем галочку с Position и оставляем галочку только на Draw Mask. Past вставить, выбираем второй кадр. Переходим опять в Position, смещаем вправо стрелочкой вверх. Набираем, набираем. Берем третий кадр, смещаем в обратную сторону, влево, также в Position. Протешение, сместили. Следующий кадр. И последний кадр я хочу, чтобы у меня он совпадал с новым получается шотом. Хочу, чтобы он совпадал, поэтому я хочу ему немного изменить наклон. Во-первых, я смещу позицию влево, изменю наклон в Rotation вот здесь. Немного вот на столько, потому что в следующем шоте он немного наклонен. Я думаю, что это будет в тему. Смотрим, что получилось. Получилась вот такая вот трясучка. Включаем узон, проверяем. Это был второй очень простой эффект с масками, в котором ты можешь разнообразить свои видео. Используй его. Третий переход также у нас делается при помощи масок, но еще помимо этого нам понадобится Glitch Overlay. Я сейчас расскажу, что это такое. Вот такой переход. Итак, у нас есть тачка, которая круто заваливает боком. Выбираем кусок, к которому мы хотим применить эффект. Например, вот этот вот отрезок. Берем не сильно длинный, потому что у нас движущийся объект, а нам придется тречить маску. Снова открываем маску. Маска у нас в эффектах. Draw Mask, уже знакомый инструмент. Закрываем эффекты, чтобы они не мешали. Ставим курсор в начало с клавишей вверх. Берем маску и начинаем выделять нашу тачку. Вот мы выделили нашу тачилу. Теперь нам нужно маску протречить, потому что объект у нас движется, а маска остается в начале. Это делается просто. Не забываем поставить курсор в начало. Нажимаем Transform. Здесь Position. Нажимаем ключевую точку. И нам ее не нужно будет нажимать много раз. Достаточно нажать один раз. Начинаем тречить. Смещаем вправо кадр. Смещаем нашу маску. Еще кадр вправо. Еще смещаем. Забыл сделать самую главную вещь. Это нам нужно было постоянно забывать это сделать. Не забывая это делать. Нам нужно скопировать наш кадр для того, чтобы маска естественно применилась. Ну, чтобы было два слоя. Я каждый раз забываю это сделать. Теперь, чтобы вернуться к нашей контрольной точке ключевой, нажимаем Ctrl V, чтобы показать, где у нас ключевые точки, на которой мы остановились. И продолжаем тречить. Кадр вправо. Смещаем кадр вправо. Смещаем маску. Все, про тречили маску. Теперь нам понадобится Overlay. Это такие видео. Вот у меня здесь есть отдельная папка с ними. Всякие разные. В планах выпустить тоже видео про каждое из них. Но в данном случае нам понадобится Glitch Overlay. Это такие записанные отрезки видео. В данном случае у нас Glitch. Их много всяких разных бывает. Есть бесплатные, есть платные. Вот у меня здесь есть очень интересный, там, странный свет, да, какой-то такой. Их можно использовать как переход. Очень интересные Overlay в 4К, вот, с туманом. Итак, берем какой-нибудь Glitch. Например, вот этот. Какой-нибудь поярче. Или этот. Да-да, вот этот. И просто перетягиваем его в наш проект. И вставляем между кадрами под маску. Обрезаем, где у нас он заканчивается. Да, вот видим, да. Все у нас стало такое. Гличное. Немножко подрегулируем здесь на маске Feather. Вовнутрь. Чтобы он обволакивал чисто нашу тачку. Теперь применим к Overlay Blend Mode. Например, Vivid Light. Пускай будет такой, немного прозрачный. И дальше на маске делаем Invert Mask. Чтобы у нас получился этот эффект внутри. Смотрим, что получилось. Вот так просто можно сделать такой эффект. При помощи маски. И при помощи вот этого Glitch. Можно немного улучшить наш эффект. Для этого я хочу скопировать кадр с эффектом еще разок. Выбираем его. Здесь я хочу применить эффект BTV ко всему шоту. Но мне не хочется, чтобы он был по всему кадру. Поэтому я поставлю курсор куда-нибудь вот сюда. Уберу его совсем. Поставлю ключевую точку. Сдвину на пару кадров. Применю его на полную мощь. Сдвинув курсор вправо. Поставлю еще одну ключевую точку. Сдвину на пару кадров. И уберу его совсем. Смотрим, что получилось. Ну вот он так мелькнул ненамного. Вот такой третий эффект. Надеюсь, тебе понравилось. С применением маски и оверлей Glitch. Учись монтировать без плагинов. Расширяй свой монтажный арсенал. Тебе это пригодится, если ты монтажер. Хорошего тебе монтажа. Удачных кадров. На этом все. Пока.